МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Вечер понедельника, а значит, на главном телеканале Якутии. Еженедельная информационно-аналитическая авторская программа считаю важным. Считаю важным начать сегодняшний выпуск вот с чего. По заявлению меткому, достаточно заявлению Андрея Безнесенского, Россия – страна поэзии. В то самое время 1 апреля, когда транслировалась весна на НВК, совершенно замечательная и очень успешный проект нашего телеканала, из города Талса, американского штата Оклахома, пришла вещь, что не стало Евгению Александровичу Евтушенко. Мне посчастливилось работать и общаться с ним. Нашу работу под названием «Евгений Евтушенко. Доверенное лицо истории» вы сможете посмотреть завтра на канале НВК САХА в 15.00. На телеканале САХА-24 он будет показан в другое время. Вы знаете, я когда делал этот фильм, он состоит из двух частей по 26 минут, у меня вообще не было вопросов, как заканчивать каждую из частей. И вот первая часть заканчивается важным заявлением Евгения Александровича о том, что Якутия стала для него одной из духовных опор в нашей стране. И он говорит, я хочу, чтобы люди знали об этом. А вторая часть заканчивается, собственно, и весь фильм заканчивается его таким пожеланием. Я считаю, что, говорит, модель идеального человека будущего – это Пушкин. Очень жаль, конечно, что так все происходит. Но он был очень светлый человек, человек с чувством юмора, безусловно. Сегодня тема нашей программы, конечно, другая. Мы будем говорить сегодня о мигрантах в Якутии и, собственно говоря, об указе, который вышел на прошлой неделе, главы республики, по которому запрещается работать по патенту гражданам иностранных государств. Будем обсуждать эту тему подробно. Но эпиграф, как я делаю обычно к нашим выпускам, конечно, я выбрал из стихотворения Евгения Александровича Евтушенко «Алмазы и слезы». Покоритель и внук отдаленный, но изменник разбойных знамен. Говорю, добровольно плененный, что Якутия и я покорен. Наверное, нашей республикой покорены многие, в том числе и граждане иностранных государств, о которых мы сегодня будем говорить. Давайте вначале посмотрим сюжет, который вышел в новостях на прошлой неделе на нашем телеканале. Официального понятия «реальная безработница» не существует, хотя каждый понимает, о чем идет речь. Различают общую сезонную, скрытую, добровольную и так далее безработицу. Официальные цифры нетрудоустроенного экономически активного населения выросли в прошлом году на 21% относительно 2015 года. Это при том, что по данным конца января, 160 предприятий Якутии заявили об увольнении 819 человек в текущем году. Кроме того, негативное влияние на рынок труда оказывают также сокращение числа вакансий по заявкам компаний и рост неформальной занятости. Действительно, есть рост регистримого безработицы. На сегодня у нас он 12,5 тысяч. У нас в республике по данным наших 35 центров занятости. В прошлом году эта цифра была порядка 11 тысяч. Уже рост достаточно такой. Вот там есть и объективные, и субъективные причины. В этой ситуации трудоустроиться становится все сложнее. Ежегодный анализ влияния иностранной рабочей силы на региональный рынок труда, проводимый Государственным комитетом Республики по занятости населения, показывает, что по сравнению с предыдущими годами в Якутии наблюдается большой рост замещения иностранными гражданами тех вакансий, которые востребованы нашими соотечественниками. У нас очень много желающих трудоустроиться водителями, продавцами, поварами. А на сегодня эти направления у нас очень широко, скажем так, закрываются иностранными гражданами. Вот это идет уже, скажем так, прямая конкуренция иностранной рабочей силы с нашими безработными гражданами. К сожалению, специалисты не могут на сегодняшний день дать точный прогноз, сколько высвободится рабочих мест по исполнению указа главы Республики. При этом надо понимать, что, например, под квотирование подпадают рабочие руки из стран дальнего зарубежья. Патентная система распространяется на граждан так называемого ближнего зарубежья, то есть стран СНГ. А граждане стран-участниц Евразийского экономического союза могут свободно перемещаться по территории Российской Федерации и, соответственно, трудоустраиваться. Кого же касается указ главы? Наш указ, который на сегодня Егор Фаначев подписал, он касается патентности. Вот эта патентность как раз граждане ближнего зарубежья. Это у нас, получается, в основном Таджикистан, Узубикистан, также Украина подпадает. Те, которые не попали в Российский союз. Указ главы Республики не регламентирует взаимоотношения квалифицированных и высоко квалифицированных кадров с работодателями, которые, согласно федеральному законодательству, имеют право вне квоты привлекать иностранных специалистов. Безусловно, каждое государство защищает свои рынки, в том числе рынок труда, в том числе правовыми механизмами, которые, кстати, задействовали уже 10 субъектов Российской Федерации, такие как Новосибирская область, Пермский край и другие. По их опыту иностранные мигранты после аналогичных ограничений задействуют разные пути трудоустройства. Мы можем дифференцировать наших мигрантов по частотности прибытия в нашу республику, в наш регион. И есть такие, которые имеют очень хороший опыт, что они неоднократно, десятками раз сюда прибывали и работали. Мне кажется, такие граждане пойдут по другому пути, они будут искать получение гражданства. Очевидно, также можно ожидать, что количество трудовых мигрантов, работающих по патентам, увеличится в промышленности и строительстве. Этих отраслей указ не коснулся. 42-38-97, телефон нашего прямого эфира. Мы будем рады принять ваши звонки, если у вас возникнут какие-то вопросы. Степан Иванович, ну вот, собственно говоря, сюжет такой он был емкий, наверное. Все-таки какова сейчас... Давайте так вот с чего начнем. Цели указа. Ну, цели-то основные, они понятные на поверхности. Это, прежде всего, конечно, защита местного регионального рынка труда. Так, и предоставление первостепенного права трудоустройства наших граждан. Ну, сегодня у нас на рынке труда отмечается относительно высокий уровень безработицы. Он составляет 7,6%. Ну, для сравнения, в целом по России, в среднем, 5,3%. То есть мы где-то на 2% по уровню безработицы выше, чем среднероссийские показатели. Ну, поэтому неспроста глава республики Егор Афанасьевич поставил такие задачи, что борьба с бедностью, борьба с безработицей. Сегодня в работе правительства она выходит на первый план. Так, это действительно касается конкретных людей. Сегодня очень широкомасштабно идут работы правительства по местному производству, по каждой отрасли, там детально все обсуждается. И мы планируем, правительство планирует, что, значит, по результатам 2017-2018 года около 2000 рабочих мест новых должно будет создаться. Ну, и, собственно говоря, этот указ, наверное, на это и направлен. В том числе. Восвобождение рабочих мест. Там правильная цифра приводилась? 12,5 тысяч, да, безработных? А безработных у нас 37 тысяч. Не-не-не, соответственно, там вот эта вот цифра прозвучала. Это тех, кто зарегистрирован в службе занятости, наверное. Это те, которые встали на учет в центре занятости. Их сегодня 12 600. Так это достаточно такой высокий показатель. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост на 20 и более процентов. Так, такой резкий скачок. То есть сегодня у нас центры занятости на местах, но работают в таком довольно плотном и напряженном режиме. А вакансий не хватает, кстати говоря. И, кстати говоря, да, вот количество вакансий у нас снижается. Что тоже важно сказать. Да, это очень важно, потому что вакансий для нас, для службы занятости, это хлеб. Чем больше и лучше вакансий, конечно, тем больше вероятность трудоустройства граждан. Но они у нас сокращаются. И по последним данным их порядка только 6 тысяч на сегодняшний день. То есть половина из того, что даже вот из числа зарегистрировано в службе занятости. Совершенно верно. Поэтому здесь идет такой объективный процесс. Ну, над этим, конечно, работа идет по увеличению вакансий, по качеству вакансий, количеству вакансий. Это отдельный блок работы, по которому мы ведем эту работу. Спасибо огромное, Испанович. Виталий, Дмитрий, давайте к вам я перейду на другую сторону, чтобы задавать вопросы вам. Какова ситуация с миграцией сейчас в республике? Опишите ее, наверное. Можно ли ее как-то оценить? Наверное, можно, да? Да, ситуацию можно оценить. Дело в том, что начиная с 2014 года, с 2014 года, у нас тенденция пошла на снижение. Количество? На снижение оформления патентов именно иностранными гражданами. Так. Тут, значит, ряд таких событий произошел, как вступление в Евразийский экономический союз, республик Армения, Кыргызстан. И в связи с этим оформление упало практически в два раза. 2014-2015 года. Но если по итогам 2016 года взять цифры, патентов оформлено 6900. То есть преимущественно граждане Таджикистана, республик Узбекистан, Украина, Азербайджан, Молдова. И на основании этого, значит, большая часть граждан Киргизии и Армении работает только под договоры, то есть без оформления патентов. Ну, то есть их это тогда, получается, и не коснется. Да, это их по большому счету не коснуется. Потому что в указе четко указано. По патентам, да. В связи с этим, как бы, вот эти виды экономической деятельности, которые там были указаны, вот граждане, которые озвучил, которые не являются Евразийским экономическим союзом, там, в принципе, их не так уж и много. Так, значит, Евразия это не касается, получается, это касается только патентов, а это, соответственно, граждане ближнего зарубежья. Да, в себе. В основном. Вот там прозвучало, что, в сюжете я имею в виду, что нет возможности оценить, сколько высвободится рабочих мест. Это так? Это правильно там все сказано? Или все-таки есть такая возможность оценить? Есть возможность оценить, но там доля очень маленькая. Небольшая. Небольшая, да. Если взять по учетам 2016 года, то эта бы цифра составила порядка 800, может быть, рабочих мест. Примерно. Да. А что у нас с нелегальной миграцией? Ну, по нелегальной миграции. Да. Я бы, как скажу, отдел миграционного контроля, управление по вопросам миграции. Здесь осуществляются также оперативно-профилактические мероприятия, которые никогда не останавливаются. Также проводятся они как самим подразделением, также и совместно органами внутренних дел, совместно с подразделениями ФСБ. Есть такие известные операции, как нелегальный мигрант, потом маршрут, патент, лес и так далее. Очень много профилактических мероприятий, которые направлены именно на выявление незаконной иммиграции. Также надо не забывать то, что есть постановление правительства Российской Федерации, которое 13-15, об установлении на 2017 год, уделенного в определенных сферах деятельности, также в сфере торговли, промышленности, фармацевтики, где составляет 0% также иностранных граждан. При выявлении данных иностранных граждан, они привлекаются к административной ответственности. Ну, соответственно, высылаются. Составляется административный протокол в отношении сначала иностранного гражданина по статье 18.17 части 2 о том, за несоблюдение у данного постановления правительства, где налагается административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. Но также не надо забывать, что назначается административное расследование в отношении работодателя, то есть индивидуального предпринимателя или юридического лица. Здесь уже штрафы составляют абсолютно другие цифры. Если на должностное лицо, то есть на индивидуального предпринимателя, будет штраф составлять от 40 до 50 тысяч рублей, на юридическое лицо будет от 800 до миллиона рублей штраф. Это я имею в виду за каждого иностранного гражданина. Или при остановлении деятельности сроком от 14 до 90 суток. Понятно. На сегодняшний день проведено за текущий год 630 данных таких мероприятий. 630. 630. Понятно. В различных сферах деятельности. Ну, вернемся к этому еще и к нелегальной миграции, безусловно, говорим об этом. Это Алина Валерьевна. И Илья. С позиции бизнес-амбудсмена, что мы имеем? Конечно, прежде чем сформировать позицию, в течение года, вот по тем улусам, по которым я объезжаю, я не раз общаюсь с предпринимателями, в том числе те, которые зарегистрированы в тех районах, исходно, собственно. И не раз отмечала, что есть рост внутренней конкуренции, так как рынок недостаточно узок, и в районах это очень ярко видно. Да, конечно. И вот такие сферы, как пассажирские перевозки, торговля, они, конечно, подвержены вот такой внутренней конкуренции, которая составляет, собственно, и в том числе и иностранная рабочая сила, нанимаемая теми же тоже, собственно, предпринимателями. И, конечно же, с такими цифрами, которые сейчас вот озвучили на местном рынке труда, понимая, что в любом случае бизнес ведь обращается к подобного рода, к работникам, вот, нанятым вот именно вот через такие, так сказать, механизмы. Бизнес ищет там, где меньше затрат. Там, где меньше затрат. И, естественно, тут экономическая составляющая, ты никуда не денешься. Но если посмотреть по статистике, по тем цифрам, которыми мы вместе владеем, так сказать, по той информации, то эти сферы там не столь значительное количество, то есть, ну, я бы не сказала, что это катастрофическое количество патентов выданных, да, там порядка, ну, около тысячи, наверное, в среднем, даже меньше, я думаю, да. Но та тенденция, которая, по всей видимости, собственно, этим указом затрагивается, то тот вектор развития, что все-таки нам нужно предпринимать какие-то усилия и всячески поднимать нашу местную молодежь, наше местное население, вовлекать, в том числе и в создание бизнеса, и в рабочие места. Это, конечно, ну, очень важная составляющая, социальная составляющая. И на самом деле предприниматели это прекрасно понимают. И со всеми, с кем я разговаривала, в том числе с бизнес-ассоциациями, мы общались с членами координационного совета и по городу Якутску, и при главе республики, и ассоциациями отраслевыми, в том числе. Все прекрасно понимают. Но, естественно, как-то сейчас вот всецело оценить и какую-то одну однозначную позицию сформировать будет достаточно сложно, потому что это первый опыт. Почему? И нужно будет понимать, как это отразится на тех или иных рынках. Допустим, если мы говорим о розничной... Ну, пока не можем сказать, да, как это... О розничной торговле, то это не столь значительное количество. Что не скажешь, например, про рынок грузовых и пассажирских перевозок. Здесь ведь на самом деле, ну, патентщиков, может быть, их и не очень много, а очень много, в том числе и нелегальной занятости, и где используются другие механизмы, да, вот, так сказать, привлечения подобного рода рабочей силы. Поэтому однозначно можем сказать, что это, конечно же, ударит в первую очередь на малом бизнесе, это, собственно, бесспорно. И именно такие сферы задействованы, как и торговля на рынках, и в магазинах, и это нужно будет перестраиваться каким-то образом. Но те предприниматели, которые работают давно уже здесь, на территории республики, в том числе, которые приехали даже из каких-либо других стран, они уже давно имеют прописку, имеют какой-то... Вот-вот, мы об этом поговорим обязательно. Да, место жительства. И по всей видимости, да, то есть это такой необходимый шаг, к которому все равно рано или поздно мы придем, безусловно. Поэтому говорить о том, что он не затронет интересов предпринимателей нельзя. Он, разумеется, напрямую затронет, да. Напрямую, да. Да, конечно. Но так как цифра не столь значительна, вот все, что касается патента, да, то есть потери будут, может быть, ну, не столь видимыми, да, то есть не будет такого. Но постепенно тенденция, которая будет набираться, да, вот с этим указом, ну, на мой взгляд, я оцениваю это просто как вот человек из рациональной, как говорится, позиции, да, что самая основная эта сфера, это как раз-таки строительство, по большому счету, строительство. Они затронуты, 14 направлений, среди которых нет строительства и промышленности. И промышленность, да. То есть, а там как раз наибольшее количество привлеченных потенщиков, да. Поэтому вот в таком свете мы должны понимать, что те люди, которые приезжают сюда к нам на территорию работать, они приезжают работать, и они готовы работать, несмотря ни на какие нормы труда. Безусловно. Это прекрасно понимаете, здесь я никого не открою, но, как говорится, это ни для кого не секрет, да. И это, естественно, всегда привлекательно для предпринимателя. Разумеется, ему он получает максимальное КПД. Что не скажешь про наше местное население, которое, может быть, не привыкло работать в таких условиях, да. То есть, и здесь нужно перестраивать молодежи, и перестраивать, учить вкладываться в них. И поэтому... Спасибо, Айталина Валерьевна. ...те программы, которые есть, они должны способствовать. Чтобы КПД у канала было выше, нам необходимо уйти на рекламу. На две минуты. 42-38-97, телефон нашего прямого эфира. Звоните, пожалуйста, дозванивайтесь. Илья, продолжаем разговор. Да. Что имеете сказать по поводу... Ну, может быть, про перспективы еще рано пока говорить вам. Поговорим в следующей части программы, да, как отзовется это все. Но вообще, вот, да, предпринимательское сообщество, мы так все поняли, что их коснется сейчас это все очень даже очень сильно. Так? А по здравоохранению что, например? Кстати говоря, квалифицированные кадры и высококвалифицированные... И из ограничений. ...не касается, да, вот этого у нас. Они не по патенту работают. Они не по патенту, да? Они не по патенту, так же, как и Стану Евразес? Нет, в здравоохранении там же специфика такая, что специалисты должны отвечать не только определенным знаниям, но и опыту работают. Да, конечно. Поэтому для них этот указ не будет иметь принципиальности. А там здравоохранение прописано среди 14 сфер деятельности, в которых он копирается. Прописано. Это действительно так. Но по факту на здравоохранение это не отразится, потому что этот вид деятельности очень зарегулирован. Где больше будет всяческих вот таких вот, как по-вашему? Вы имеете в виду чего? Ну, последствия, да, нелегальный какой-нибудь. Ну, это перевозки, такси. Переперевозки, такси, торговля, это останется прежним. Без изменений. Потому что указ, по сути, направлен на регулирование легальной трудовой деятельности. А на нелегальный бизнес и нелегальное трудоустройство он никак не распространяется. То есть, как нелегальному, что работодателю, что работнику не имеет последствий для... Он относится безразлично к закону, как-то, да? Поэтому этот указ для него значение принципиально иметь не будет. Не будет, да. Большой риск попадают только работодатели, которые легально трудоустраивают работника, да? И если ФМС будет проводить проверку и установит сам факт... А он будет проводить проверку, безусловно. Конечно. И за каждый факт по 800 тысяч на юридическое лицо начревато закрытие предприятия. Реально. Да. Сван Иванович, вы сказать что-то хотели, да, сейчас? Не, ну я хочу сказать, что этот указ в большей степени затронет те страны СНГ, которые к нам заезжают по патенту в сфере, значит, грузоперевозок, это раз, да? И, значит, в сфере вот автобусников, транспорта, например. Да, да. Основной, если можно так сказать, удар придется вот... Посыл основной, собственно говоря, это направление. Понятно. По остальным, вот то, что касается здравоохранения, конечно, это трудовые ресурсы с высокой квалификацией, если речь идет о врачах, да? Да. Мы же знаем, что и в образовании и так далее есть обслуживающий персонал. Кстати, образование тоже затрагивает, да. В здравоохранении то же самое, наверное, которые тоже есть смысл ограничить приток, а тенденции к этому на самом деле есть. Поэтому такие превентивные мероприятия на перспективу, на будущее, вот их надо, конечно, вводить. И говорить о том, что сейчас это повлияет как-то на экономику, социальную... Да, пока, наверное, рано, да? Превентивные мероприятия не должны быть. Да, да. Декабрина Михайловна, вот с точки зрения социологии, вот знаете, есть такое понятие, плохие рабочие места. Вот освобождаются же хорошие, наверное, рабочие места, которые наши соотечественники с удовольствием взаимы сами. Да, могут. Могут занять. Ну, я, правда, честно говоря, не знаю, вот не поняла, вот последний пункт этого постановления, где написано какое-то обслуживание. Это, если касается, например, обслуживания семей, которые вот пользуются их услугами, ну, там чистят там окно и все прочее, то это может как бы затронуть, да? Но, с другой стороны, вот здесь коллега правильно говорит, это же тоже можно нелегально все это сделать, да? Поэтому, мне кажется, здесь вот никакого... Особых таких эффектов можно не получить, мне так кажется. Потому что, если эта сфера, она там перечислена. А вот что мы говорим об эффектах? Вот я же упоминал, да, в этом сюжете, что 10 субъектов федерации до нас это все сделали, до Якутии. Мы одиннадцатые, да? Да, мы одиннадцатые. И что, там же, наверное, опыт-то какой-то оттуда есть? С конца четырнадцатого года. Но, мне кажется, мы немножко расчищаем... Ну, у меня такое впечатление, я не политик, конечно. Мы немножко расчищаем трудовые места для Еврозеса, мне кажется. Те страны, которые сюда входят, значит, они будут как бы свободно получать и легально трудоустроить. Ну, а что, это право любой страны? В общем, я абсолютно, я придерживаюсь этого, поддерживать свои рынки. Мне кажется, вот мягко как-то воздействуется, чтобы вот сформировался рынок труда евразийских стран. Мне так кажется. Вы чувствуете это, чтобы сформировался рынок труда евразийских? Ну, на самом деле, в четырнадцатом году было принято решение, там четыре государства у нас входят, Казахстан, Белоруссия, Россия, Армения, Киргизия. Киргизия, да. Так, это общий рынок. На самом деле, общий рынок, там есть масса положительного товарообмен между этими государствами, не только с Россией, да. Очень неплохие между Армения и Киргизией, там идет Казахстан и так далее. Это делается в целях создания этого рынка, да. И, конечно, там правила свободного перемещения труда и капитала. Так это, можно так сказать, большая политика. Ну, а что, это нормально, мне кажется. Ну, это нормальное явление, конечно. Здесь чем-то государство должно поплатиться, чтобы получить выгоду где-то в другом сфере. Кстати, а поплатиться тоже сейчас поговорим обязательно. Хороший вопрос, потому что патенты сколько-то приносят в казну. Да, вот если вот... В казну. Да. А вот насчет казны, да, вот мы ведем же подсчет, на самом деле, да. Доход от иностранной рабочей силы, он складывается из чего? Да, из того, что они оплачивают патент, так, НДФЛ и страховые взносы. Да. Вот если брать результат 2015 года, то это более 360 миллионов рублей. Так. А если брать расходы, это школы, детсады и больницы, это порядка 140 миллионов рублей они, значит, ну, воспользовались этими услугами иностранцев. То есть сальдо все равно получается положительным. В сторону, да. Порядка 220 миллионов рублей все-таки положительный сальдо. А создание рабочих мест для наших сограждан, оно чего-то стоит ведь, да? Ну, безусловно, конечно. Это очень дорогое мероприятие. А чего оно стоит? Оно тоже, наверное, собственно говоря, где-то в этих пределах. На самом деле, в статистике есть такие цифры. В статистике есть такие цифры. То есть понятно, что по отраслям они разные. То есть создание рабочего места на производстве, скажем, да, где-то в промышленности, в услугах, они различаются в разы. Вы сказали, нам к 2018 году надо 2000 рабочих мест создать. В 2018 году, да? Да, ну, сейчас такие планы. Такие задачи, собственно говоря. Да, 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 задачи. Понятно. Общественная палата, Михаил Михайлович. Как относится к труду мигрантов? Ну, как относится к труду? Это, мы столкнулись с этой проблемой, конечно, в явном виде, вот, последние буквально, вот, десятилетия. Вот сразу, вы сказали слово «проблема». Это проблема вообще? По идее, это проблема, потому что к нам приезжает сегодня в большом количестве люди из бывшей, это городной СССР, да. Ну, да, ну, у них, естественно, нет хорошей жизни, многие приезжают сюда, в поисках заработка, конечно, это только одна сторона вопроса, но они же приходят сюда и с другими интересами своими, поэтому, когда массовые напутки… Да. А какие еще интересы? Заработать? Отослать? Деньги? Нет, не только это. То есть, получается, у нас не только рынок труда создает, но и рынок нелегальный, как такой появляется, в этом смысле, в каком-то смысле криминальный, если да, новая зарождается, совершенно, ну, непривычный, скажем. Ну, да. Ну, и если вот смотреть нашу историю Якутии, Якутия, в общем-то, она никогда особо не имела такого наплыва мигрантов в себе. Как правило, эти потоки раньше были все регулированы, туда приезжали на эти новостройки, на большие эти какие-то промышленные освоения, а сегодня идет достаточно хаотичная миграция. И ее достаточно сложно воспринимать, и положительный эффект только в одном виде, наверное, был в самом начале. Они берутся за работу, за которую наши жители не особо желают, да, не очень-то хотят этим заниматься, поэтому вот у нас... Нет, а вот мы сейчас говорили, что это хорошие рабочие места освобождать на самом деле, да. Чем? Жирные, как говорится, тучные годы прошли, конечно, работа стала меньше, и сегодня люди вообще задались с вопросом, как зарабатывать, и, конечно, многие, наверное, из наших жителей теперь готовы заниматься этими делами. Думаю, да. Возможно, да. Времена изменились. Времена другие уже. Не до жиру. Да, многие позакрывались. А, кстати говоря, вот еще какой вопрос у меня возникает. А патентное бюро частное, которые занимаются выдачей патентов. Закрываются? Ребята. Такого нет. Никто не существовало. Нет? Нет. Вы ошибаетесь. Как бы только орган федеральной исполнительной власти может выдавать патенты. Все вверх. То есть это только мы в городе Якутске выдаем патенты и оформляем. На воткуп участников не давали? Нет. Понятно. Ну, я в добавок скажу, что мы сегодня... Кстати, хорошее дополнение, да. Сегодня создаем уполномоченный центр по значной регистрации иностранной рабочей силы совместно с торгово-промышленной палатой. Распоряжение главы подписано. В принципе, создается, да. Чем будет заниматься этот уполномоченный центр? На сегодняшний день, если смотреть прошлый год и так далее, очень много открывается таких частных контор, которые предоставляют эти услуги иностранным гражданам. Сфера копирования, изучение языка и так далее. То есть эта сфера как бы псевдоуслуг, она не контролируется. Поэтому есть там риски вот такого правоохранительного характера, да. Сегодня эти потоки будут организованы в одном этом миграционном центре, так? Да. Где иностранный и работодатель, который привлекает этих иностранцев, весь комплекс услуг, в том числе и сдача русского языка, получение первичных медицинских услуг, ксерокопирование документов, оформление документов. Все в этом одном едином официальном центре. Они весь комплекс услуг будут получать. Я думаю, что это будет с точки зрения вот предупреждения нарушений и так далее. Это будет очень правильное решение. Давайте посмотрим. У нас есть экспресс-интервью, которое мы брали на улицах. Как люди, собственно говоря, реагируют на данный указ и вообще на ситуацию с мигрантами. Места рабочие для мигрантов, они не смогут больше занимать эти рабочие? Конечно, согласен. Согласен. Если они лечат, могут лечить, пусть лечат. То есть, если у них есть образование и так далее. Почему нет? Ну, наши безработицы у нас. И что? А мигранты работают. А с другой стороны, не знаю. Ну, они же люди тоже. Должны же работать, кормить свою семью. Процент безработицы намного высок в республике. И могут быть задействованы и местные жители, и сельские жители. Вот в этом плане я поддерживаю очень даже. Ну, вот видите как, они же все мы люди, на самом деле, да? И все должны работать. Там вот молодежь говорила. Мне понравилось. Кто-то в тень уйдет, да, Декабрия Михайловна? Как вы думаете? Как это все будет отзываться теперь? Как отзываться будет? Ну, мне кажется, большого эффекта мы не получим. Потому что... Эффекта в чем? Ну, эффекта, я имею в виду, что вот прямо масштабные такие вакансии вряд ли появятся, на мой взгляд. Вот. Потому что граждане из Евразийского союза будут восполнять. И потом есть еще путь получения гражданства. И еще есть путь нелегальный, как вот мы упоминали. Так что, мне кажется, обходные пути всегда найдутся. Для желающих работать. Может, УФМС будет усиливать работу в этой причине? Нет, но я считаю то, что в сфере транспортной, например, перевозок – это правильный тоже указ. Потому что это как-то упорядочит. То есть, не тот гражданин, который имеет просто права, грубо говоря, там, вчера сел за руль и получил патент. То, что уже будет он в этой сфере не задействован. То есть, уже будет общественная безопасность более, как говорится, поспокойнее в этом плане. По поводу усиления, мы и так работаем в круглосуточном, грубо говоря, режиме. Проводим и оперативные профилактические мероприятия, повторюсь. То есть, привлекаем, помимо того, что иностранных граждан, выдворяем. На сегодняшний день у нас уже порядка 40 человек выдворенных за пределы Российской Федерации. Сколько? За различные. Порядка 40 человек. Ну, это я имею в виду с начала года. Помимо этого, проводится и возбуждение уголовных дел по фиктивной регистрации. Здесь большой очень комплекс проводит Министерство внутренних дел, именно что касается по выявлению незаконно находящихся на территории Российской Федерации. То есть, те же самые люди, которые уйдут, ну, не будут работать в той или иной деятельности, они займутся, то есть, уйдут в строительство и так далее. Ну, да. Я имею в виду, то есть, круг профессии очень сильно большой. В этом плане. А чего сейчас сделаем Ливанник? Сделаем Ливанник сейчас чего? Сейчас. На сегодняшний день я не уполномоченному пояснить, то есть, привлечены к ответственности, насколько я знаю. И в дальнейшем там проводятся следствия. Поэтому сейчас я вам не могу ничего сказать. А вот эта вот Филиппинка, она уехала на Филиппины, да? Насколько мне известно, пока нет. Нет? Здесь, да. Ну, закрою. Честно, я вам не скажу на этот вопрос. Понятно. По поводу Филиппинки я вот хочу сказать, да, вот, я вот затронула вначале, что есть такая специфическая сейчас новая для нас как бы форма обслуживания населения, да? Когда житель нанимает кого-то, и он приходит и чистит, да? Мне кажется, в силу нашего менталитета, во-первых, во-вторых, ну, все-таки, местное население опасается, что какие-то там слухи пойдут, да? Поэтому, наверное, удобнее все-таки вот нанять человека со стороны, который может даже и языком не очень интервью. У нас звонок есть нашего зрителя. Будьте добры, представьтесь, вы в эфире, и ваш вопрос нашим гостям задавайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Александрович из Якутска. Ага. Вам хотелось бы задать такой, ну, как бы вопрос, да, или не вопрос. Вот, все мы знаем, у нас город небольшой, что в основном, которое занимается перевозкой людей, это отмяне и киргизы. Если этот закон им касается, то какой эффект от этого закона? Во-первых. Во-вторых, да? Вот, по вопросам настройки, мы тоже знаем, что работает очень много мигрантов. По администрованию никакого контроля, я знаю, что никакого контроля нет, кто, как, какую работу делает. В основном, работу берут иностранцы, а местные. Вот, нельзя ли какую-нибудь, вот это вот, делать такую систему, вот, когда, вот, именно, вот, отсеиваясь, например, вот, находили таких работников, кто добросовестный и хорошо выполняет свою работу, и им конкретно давать эти виды работы. А у нас, получается, местный народ работает не у себя, скажем, а как будто он мигрант. И, в-третьих, почему бы у нас, республика, не создать министерство, которое занималось бы молодежью, именно занималось бы молодежью обеспечением труда и контролировать, как они получают зарплату. они, вот, ну, привлекают фирмы строительства, фирмы перевозки людей, именно местных. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо. Давайте, вот, с чего начнем? Ну, на самом деле, армян и киргизы перевозки. Нет, на самом деле, вот, в сфере перевозок достаточно высокая доля граждан из Узбекистана и Таджикистана, да. Я думаю, что вот этот, как раз таки указ, коснется вот этой категории граждан. Вот эта категория, мы говорили, да. Это, во-первых. Во-вторых, то, что касается строительства, так, там, действительно, рынок-то, видимо, поделен, вот, строительство у нас занимается, если большим строительством, так, возведение зданий, это, в основном, наверное, подавляющее, это граждане Армении, так, и все-таки наши местные тоже достаточно много там представлены и работают. Отделочная работа – это киргизия, поэтому, действительно, эти две страны, они не подпадают под это дело. Они, да. Это федеральный закон. Но, вместе с тем, сегодня зампред Дичковский, Алексей Прокрович, провел ряд совещаний, да, дано нам поручение разработать, значит, на стадии заключения госконтрактов именно по линии Министерства строительства при формировании технических заданий предусматривать, значит, пункт приоритетного трудоустройства местных трудовых ресурсов, так. Это то, что касается трудового комплекса и то, что касается дорожного хозяйства тоже. Там очень много задействовано иностранной рабочей силы. На сегодняшний день вот эти виды работы, они достаточно высокооплачиваемы, так. И поэтому, я думаю, что, ну, мы называем местные трудовые ресурсы, хотя нет такого определения, да, граждане России, они, конечно, будут здесь более привлекательны. Поэтому в этом направлении я хочу сказать, что правительство тоже ведет работу, но вместе с тем, принимая этот указ, разрабатывая его, конечно, мы исходили прежде всего из того, что вот федеральное законодательство какое дает право регулирования иностранной рабочей силы. Вот тот отрезок, который нам позволяет федеральная законодательность, мы обязаны воспользоваться, понимаете, создать вот такие правила, где вот эта категория граждан, ну, не имеет права трудиться на семнадцатый год. Это разрешение дается ежегодно. На семнадцатый год, да. На восемнадцатый год мы будем тоже смотреть и изучать. Изучать, конечно, да. Так. Никто не говорит, что это будет навсегда. Так. Время покажет, действительно. Да. Ну и добавлено, может быть. Сейчас, вот как раз поговорим об этом в третьей части нашей программы, рекламы на нашем телеканале. Трелции Трелющей Трелор 423897, телефон нашего прямого эфира. Это Алина Валерьевна. Пожалуйста, вы хотели что-то самоое onto nin alloraщутки? Я бы посмотрел на эту проблему несколько с другой стороны. Дело в том, что надо понимать, если есть такие профессии, которые можно восполнить местными трудовыми ресурсами, я скажу, прямо та же самая торговля, перевозки, конечно же, мы можем использовать свой потенциал. Также мы можем использовать свой потенциал и в промышленности, и в строительстве. Я понимаю, если есть какие-то необходимости в большом количестве, допустим, рабочей силы, которая необходима на какие-то крупные объекты, где действительно нужно просто один объект большой построить и что-то возвести. И одномоментно, как, например, закон о торах, в свое время, ввели как льготный режим беспрепятственное получение привлечения иностранных граждан. Вот, к примеру, по такому принципу. А там, конечно, здесь позиция должна быть понятна, и мы региональный рынок тут защищаем, и предприниматели, которые работают здесь очень много лет, живут, родились здесь. Они, конечно, стоят за своих работников, и они всегда заинтересованы в своих местных кадрах, так, чтобы их взращивать, обучать. Просто здесь вот этот вот путь от того, как наша молодежь, вот как озвучивали, с общественной палаты, например, да, как она дойдет вот непосредственно до конкретного рабочего места, заполнится эта вакансия. Вот этот путь нужно пройти, он, наверное, непростой, может быть, немножко непривычный, гораздо легче просто так вот взять и готового специалиста, который будет работать там, условно говоря, там 20 часов в сутки, да? Ну да. Естественно, тут много, как говорится, нельзя, но мы же и не к этому идем, правильно? То есть наша задача-то обеспечивать экономический рост за счет местного производства, в этом-то и есть как раз социальная функция бизнеса. И здесь вот надо понять, вот надо честно ответить на себе на вопрос, зачем, неважно там кто, предприниматель или просто зачем, есть потребность в иностранной рабочей силе. Вот зачем это нужно? То есть должна быть какая-то выгода. Она экономически выгодна, наверное. Либо это уход в том числе от налогов, так? Понятно, что 20 часов в сутки человек работать физически не может. И ничего не требует. Да, совершенно верно. И ничего не требует, и никаких с него взятки гладких. То есть это может быть несколько непопулярное такое мнение, да, но это мнение будет честным во всяком случае. Поэтому мы считаем, что на самом деле бизнес заинтересован в нормальных социальных взаимоотношениях со своими работниками. Но он, соответственно, и требует тогда от государства отношения тоже к нему соответственного четкого и ясного диалога. И поэтому, может быть, мы не понимаем, зачем затрагивать сферы, которые не дадут такого массового эффекта, да. И вот сегодня то, что сейчас звучало, да, массового эффекта, а хотя можно было бы затронуть какие-то другие сферы, да. Вот тут вот развернуть и, может быть, как-то разделить вот эти два момента. Ну что такое в торговле, там 263 патента выдано, да. Ну это мизер, вы же сами понимаете. Что говорить о пассажирских перевозках, о грузовых, если в глобальном масштабе мы говорим, что у нас 12 тысяч безработицы, да. Ну сколько они закроют потенциально, там 500 единиц, 300, 400. Вот, поэтому, а проблема есть, в том числе и нелегально. Но все равно это единицы, все равно они важны. Мне кажется, важно каждое рабочее место, безусловно. Ну, я... А потом уже для конкретного человека, который придет его занимать, это уж точно обстоит. Конечно, мы... Вопрос в том, что государство за многие периоды после Росфаза Союза впервые начало регулировать эту тему. Дальше миграции вообще никто не регулировал, они приезжали в Союз. Ну почему? Не впервые, мне кажется. И вот это вот выгода, она тогда сложилась в те времена. Традиционно, да, периодически. Ага, никто не платил дополнительные вот эти сборы, которые у нас положены. Там чисто шло, в Чистоганом выплачивали какое-то вознаграждение, и все, и этим не заканчивалось. Это было очень выгодно. А что было, если вернуться к истории, Михаил Михайлович? Спасибо, да. А что было? То есть было регулирование, да, это безусловно? Да, было, и, если не ошибаюсь, был запрет полностью по торговле, фармацевтики в розничной торговле, если не ошибаюсь. Это ежегодно проводится постановление правительства. Я говорю, на сегодняшний день постановление правительства 13-15 от 8 декабря 2016 года о запрете также по удельным профессиям, по долям, где задействованы иностранные граждане, также где стоит по сфере торговли 0% именно. Да, понятно. За три месяца 2017 года, если озвучивать, то, значит, прибыло, точнее поставленный миграционный учет, это 13 624. Иностранных именно граждан? Нет, это именно услуг оказано. А, понятно. Вот именно граждан 6200 с целью въезда работы. То есть из них уже полторы тысячи патентов оформлены на сегодняшний день. Половина, ну не половина, там порядка полтора тысяч, тоже 1400 сдали уведомления работодателя о привлечении работников из Евразийского экономического союза. Ну, то есть остальные в поисках, там, кто-то на временное проживание сдает, кто-то на гражданство документы, кто-то просто 90 суток находится и выезжает за пределы. А много на гражданство подают? Нельзя так же рассказать. Не могу сейчас так сказать. А кого бы, из каких стран больше приезжают? Вы тоже говорили. Кыргызстан, Армения, Таджикистан. Здесь надо забывать еще то, что они, вот, все количество тех иностранных граждан, оно не оседает все в городе Якутске, а оно разъезжается по всей нашей республике Саха-Якутске. Промышленность. Но, тем не менее, все-таки, наверное, основной бенефициар вот этого указа, это все-таки город Якутск, на самом деле, потому что, ну, вряд ли он касается Арктики, Северов. По-моему, процентов 40 в Якутске остается, да? Да, даже большая часть. Процентов 40, даже больше, наверное. Ну, в масштабах поселка, в масштабах сел, поселка, в Улусах, конечно, там ситуация обостряется, вот, потому что емкость достаточно, население очень, плотность низкая, и, естественно, услуг не так много, как таковых. Емкость стройка труда маленькая. Абсолютно, да, и поэтому вот я, почему в самом начале это тоже остановила, что вот по Улусам объезжая вот за 16-й год, практически не было ни одного района, где бы предприниматели не поднимали вопрос внутренней конкуренции вместе, что они неконкурентоспособные с такой вот дешевой рабочей силой, которая непонятно, как зарегистрирована, не зарегистрирована, следят за ними, там где-то есть у них патенты, нет патентов и так далее. Вот эта картина была очень явственно видна, допустим, чего не скажешь, допустим, здесь в городе, здесь как-то все-таки нивелируется, да, есть основные игроки, есть какие-то, так сказать, представители их интересов там и так далее, поэтому вот тут, конечно, из двух зол выбирают меньше, безусловно, да, и, естественно, нам нужно все равно поддерживать свой народ и поддерживать своих молодежь, которые готовы трудоустраиваться, да. Но, я думаю, в таком вот споре, в таком процессе обсуждения все равно-то какая-то истина будет, тем более, я так понимаю, что это все-таки пробный такой шар. А можно ли ждать продолжения, собственно говоря? Конечно. Я думаю, что да. Думаю, да. Обязательно. А продолжение по расширению сфер деятельности? Да, посмотрите, да, сегодня у нас страны, они разделены на три категории, это визовые, еврозес и, собственно, патент, так, сегодня вот по патенту в республике Саха-Якутия самый высокий патент среди других субъектов Российской Федерации. Высокая стоимость вы имеете? Стоимость. 8700 рублей ежемесячно должен оплачивать иностранный работник патент, ежемесячно. Вот, сегодня у нас для визовых стран, для визовых стран у нас на сегодняшний день самые тоже жесткие требования, по большому счету, и мы удовлетворяем годы где-то процентов на 10 максимум. Согласен, не круглый год, да. Процентов на 10 максимум. Есть межведомственная комиссия, которая работает в правительстве, да, и на сегодняшний день, да, то есть все законодательства, которые даются права субъекту Российской Федерации, правительство, конечно, на сегодняшний день ими пользуется. Да. Для того, чтобы с одной целью защитить местный рынок труда. Еще раз повторюсь, не все, конечно, удается, все хотели масштабно все закрыть там и так далее, но такого не бывает в жизни, понимаете. Сегодня мы, этот указ на сегодняшний день подписан, он действует со дня подписания, так, и дальше будем изучать. Это не такой простой вопрос. Где-то, говорю, мы с Академией наук вместе ежегодно проводим, значит, анализ эффективности использования иностранной рабочей силы. Сколько они доходов во внутренние региональные продукты внесли. А эффективность измеряется в чем? А там очень много показателей. Плоть до преступности, там больная система, вот Декабрина Михайловна, наверное, знает, да, и так далее. То есть эта эффективность, она ежегодно понижается. И почему такой, значит, спектр этих направлений, да, ЧТРС, тоже имеет отражение в этой эффективности. Дорогие гости, спасибо вам большое. Наше время в эфире подошло к концу. Я хочу, как всегда, пожелать телезрителям уверенности в завтрашнем дне. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»